Мама первоклассника Алина Ващенкова хотела, чтобы ее ребенок учился в Сигме. Говорит, одно надо школы рукой подать. Именно это было одним из главных аргументов при выборе места жительства. Алина, как и положено, подала заявление еще в апреле. И была уверена, что ребенка зачислят. Но неожиданно для себя узнала, что все первые классы уже заполнены. В школе дали мне отказ, так как первоочередное превысило количество на места. По прописке не прошло 30 человек. Мы в том числе. В комитете мне ответили, что действительно мест нету. Идите в другую школу, пока есть свободные места. Почему я должна ходить в другую школу, если я напрямую отношусь к этой Сигме? Нам же в городском комитете по образованию пояснили, что есть определенный порядок приема детей в школы. Первоочередники – льготники. Дети военнослужащих, сотрудников внутренних органов, из многодетных семей и дети-инвалиды. Затем школу могут подавать те, чьи братья и сестры уже учатся в этом учреждении, или родители работают в сфере образования, а также дети из неполных семей. В приеме в общеобразовательную организацию может быть отказано только по причине отсутствия свободных мест. В соответствии с этим же порядком, в случае отсутствия мест в школе, родители ребенка для решения вопроса об его устройстве в другую образовательную организацию обращаются непосредственно в комитет. По словам Натальи Шурыгиной, свободные места в школах есть и находятся эти школы, а их как минимум шесть, в том же микрорайоне, что и Сигма. Но Алина Мощенкова на другие учебные заведения не согласна. К слову, с подобной проблемой переполненности школ и первоочередного права для льготников столкнулись жители еще как минимум двух микрорайонов – Дружный и Село Власиха. Несколько семей собираются подавать заявления в прокуратуру. Среди них и Алина Мощенкова. Елена Кукина, Александр Антропов. День с толком.